Здравствуйте, дорогие любители вкусно покушать! Сегодня я, Марина Баренберг, познакомлю вас с рецептом, который перешел нам по наследству бабушки моего мужа, которая жила в Варшаве. Это штрудель, который, в общем-то, как название вам достаточно известен, но он вам известен с яблоками. А я вам расскажу с очень вкусным муссом из сливы. В состав теста входит 2 яйца, сахар обязательно перемешать с ванилью, маргарин, полстакана кефира, немного соды и обязательно мука. Для чего стоит сода и стоит кефир, я покажу маленький трюк. Оказывается, кефир прекрасно гасит соду, которая потом нам поможет в работе с тестом. Составляющие теста мы уже знаем. Все это должно быть тщательно перемешано. После того, когда вы получите однородную массу, вы добавляете кефир, в котором уже погашена сода, а потом добавляется мука. И когда тесто будет готово, его обязательно надо разделить на 3 части. Одна часть из этих двух должна быть чуть больше, чем две остальные. Она и будет самой первой и самой нижней. Что происходит с противеньем, прежде чем мы в него выложим тесто? Вы должны смазать противень немного маргарином. И тогда бумага приобретает эластичность. Сейчас катаем тесто. Самый нижний слой будет самым толстым. Толстым это означает меньше, чем полсантиметра. А сейчас берем наш противень. Можно сказать, что мы выкладываем пазл, подгоняя края друг к другу. Получился вот такой нижний слой, как одеяло из лоскутков. Зато он цельный. Это наша подстилочка для нашего мусса, который сейчас пойдет первым. Смазанный первый пласт нашим прекраснейшим и вкуснейшим муссом мы присыпаем грецкими орехами. После орехов присыпаем корицей. Корицу нужно смешивать вместе с сахаром один к одному. Сейчас мы повторились. Мы делаем второй слой. Этапы работы те же самые. Лоскутное одеяло. А сверху идет у нас прекраснейший мусс. Мы присыпаем грецкими орехами. Наш трудель готов. Последний и верхний слой. Их всего три. Заканчивается вот такой вот шикарной присыпкой, состоящей из корицы, то есть цинка и сахара. Обратите внимание, вы не видите ни одного слоя лоскутного нашего одеяла, которое лежит под слоем из корицы и сахара. Я его ставлю в духовку. Минут на 40-50, в зависимости от того, у кого какая духовка. И в горячем виде, когда я его достаю, я его режу на кусочки. И вот так он остывает. Мы достали готовый штрудель. Обратите внимание, он однородный. Никто наших лоскутков с вами не заметил. Мы берем влажный нож и режем наш штрудель на кусочки. Дайте ему хорошо остыть и обязательно накройте его сверху пластиковой крышкой. Подготовить противень для выпечки. Немного смазать маргарином форму и выложить бумагу для выпечки. Растереть яйца с маргарином и сахаром. Прибавить соду, погашенную в кефире. Добавить муки, замесить тесто. Затем разделить его на три части. Раскатать одну часть теста толщиной 5 мм. Нарезать его кусочками и выложить их на подготовленный противень. Сверху выложить сливовый мусс, посыпав орехами, корицей и сахаром. Вторую часть теста раскатать тоньше, чем первую часть. Порезать на кусочки. Выложить их на слой мусса и орехов. Нанести слой сливового мусса. Присыпать орехами, корицей, сахаром. Третью часть теста раскатать, как и вторую. Порезать на кусочки. Выложить их на слой мусса и орехов. Присыпать сахаром и корицей. Соотношение один к одному. Штрудель выпекать в разогретом до 180 градусов духовом шкафу в течение 40 минут. Порезать штрудель горячим на порционные куски и дать полностью ему остыть. Совет. Штрудель желательно накрыть крышкой. В таком виде он может храниться долгое время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова